Дамы, господа, княжницы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка. Палыч на связи. Палыч сегодня с хорошим настроением. У нас сегодня с вами субботка. Великолепный день. И чтобы этот день начался лучше, непосредственно не забываем чаёчку заварить с утра. И, соответственно, для того, чтобы у Палыча ещё больше поднялась настроение на зло Губолевой, на зло трёх поколений, и на зло вот этим хейтерам, ну тем вот писакам, кто со стороны Губолевой там пишет нам, пожалуйста, упадите Палычу лайков за видос, комментик напишите, подписочку оформите и, собственно говоря, начинаем. Значит, о чём сегодня с вами трещим мы? Сегодня трещим о том, как деньги, как сказала сама Натали, текут у неё не сквозь пальцы, когда говорят такое выражение есть, а у этой сквозь руки, сквозь ноги и всё остальное. Значит, да. Начинаем вот с чего. Значит, начинаем с того, что с более интересного момента, как, знаете, есть такое произведение «Мартышка и очки». Нет, я ничего, никакого сравнения не привожу, просто почему-то в данный момент вспомнил это произведение. Значит, Губолева купила, наконец-таки, очки для деда. Ну как купила? Значит, знаете, вот если вот как бы люди, если вот, ну вообще думают о том, что когда надо купить очки, вот сотражают за головой и всё прочее, вообще говорят, дружат словом, ну, это говорит, как Наташка говорит. Знаете, обычно как всё это делается? Обычно ты идёшь к врачу, к офтальмологу, в конечном счёте, или даже к какому-то специалисту, который там, опять же, бывает такие магазины, где находится при магазине врач. Ну, таких магазинов мало. Как правило, мы идём к специалисту, специалист там что-нибудь смотрит зрение, подбирает нужные очки, на этом всё. Значит, как выглядит у Губолевой, дело обстоит. Опять через одно место приехала Губолева за толчонкой на рынок, за толчонкой, то бишь, за туалетной бумагой, образно говоря, за мясом там. Приехала пожрать, купить, а продавщица, наверное, из соседнего ларька, ну, та, что торгует мясом, он, наверное, у неё было рядом же, рядышком на её прилавке, на этой, на раскладушке, валялись очки, там, вы знаете, сто мелочей, очки, иголки, нитки, и Губолева решил деду очки взять. Ну, молодец. А главным консультантом, консультантом, профессионалом своего дела являлась та самая баба Нюра, какая продаёт мясо или какая продаёт толчонку. Мама дорогая, как же это звучит бредово. Ну, я понимаю, звучит бредово, но ведь если разобраться, так оно и есть. Она это не сказала вот такими словами. Ну, все прекрасно понимают, что так это и есть. Что, если ты идёшь, выбираешь очки, иди сходи к доктору, он, доктор тебе всё пропишет. Значит, ну, всё, эти как бы сами с усами. Ладно. Сейчас. Дальше. Теперь по поводу молочки. Все пишут комментарии, как говорит Губолева, в отсутствие молочки. Говорит, ну, как бы, я покупаю. Беру, у нас она дорогая. Беру у нас она дорогая. Это звучит, как знаешь, что вообще ты её не берёшь. Потому что во всех роликах мы с вами, я не знаю, когда после раз мы видели молоко. Нет, я помню, летом они ездили на рынок, какую-то там брынзу покупали, баба Коля покупала, эта покупала брынзу. Но когда это было, все моменты, где она покупала молочку, можно пересчитать по пальцу. Значит, я сегодня купила она молочку. Вот знаешь, Губолева, молочка, это прежде всего, в первую очередь, для деда, для пожилого человека, лучше всего это, знаете, молоко, кефир, ряженка, да? А не 2 килограмма жирного сыра, который ты сама будешь жрать с тонюхой сидеть, вот уверен, будешь жрать с тонюхой, возможно, пиццы будет печь. Творог, да, молодец, купила. Что-то сырнички там ещё купила. Что ещё купила? А, ну, вот что это, сгущёнку, сгущёнку купила, но сгущёнку, это, знаешь, из той оперы, чтобы сосать лапу зимой, ну, когда, знаешь, прохладно и жрать нечего, и, собственно говоря, молочки-то нету, вот остаётся сгущёнку, лапу намазал, руку и давай её, да. Касаем, значит, опять этой молочки всей, я всё прекрасно понимаю, то, что молочка, она в Карапорте чистит продукт у нас, и ничего в этом такого нету, вот что некоторые хранят в что-то морозилке, Палыч сам бывает, знаете, купит лишка сосисок, лишка сосисок, ну, куда девать, чтобы не пропадали, в морозилку засунул, потом на пиццу их там сварганил, ещё для чего-то используешь. Ну, Губарева купила в первый же день, и в первый же день, когда, казалось бы, дед сидит и сосковался по этим молочным продуктам, отрежь ему сыра, наложи ему творога, за сметану его полей этот творог, с огарком присыпь, ну, сделай деду приятное. Значит, нет, всё жучит, всё прячет, в том числе от деда прячет, да не в том числе, в первую очередь от деда прячет, прячет всё в холодильник, в морозилку, ну, до лучших времён, до тех пор, пока заснёт дед и проснётся в Губарева. Собственно говоря, как-то так всё будет происходить. Значит, ну, из более ценного, что сегодня куплено? Куплено, естественно, сосиски купаты, мясо, копчёности, сырое мясо-то купила. Вот, знаете, кто говорил, что нету денег? Да, конечно-таки, получила, пришли деньги с ютубчика, да, всё, всё, можно гулять по полной, набивать свою прямую кишку. Не, ничего такого нету, естественно, опять же говорю, по поводу того, что, ну, купила и купила, молодец, мясо купила. Хотя, опять же, говоря про мясо, три поколения почему-то мясо не покупают, те покупают рыбу, мясо, говорят, дорого. Это и на всё денег хватает, просто ещё раз говорит о том, что прибедняется в лишних, в определённых ситуациях, когда там не хватает денег на уголь и на прочее, не хватало бы денег, купила бы рыбу. Ну, вот всё, логически просто, правильно ведь, раскидал вам по полочкам. Не хватало бы денег, купила рыбу бы. А тут хватает и на копчёности купить, и вырезочку купить. Короче, всё успевает. По поводу, значит, мяса. Теперь переходим, знаете, постепенно мы с вами переходим от одного микромомента к другому микромоменту. Значит, очень сильно мне очень понравилась разделка мяса. Ну, мы с вами тоже, с вами не раз наблюдали о том, как Губарева всё это не моет, всё это на потом, потом это моет двумя пальчиками под струйкой воды, примерно размером со стержень. Так что и сегодня, значит, мясо не мытое, где-то валялось хз, по пакетам рассовало, довольные. Собственно говоря, бабы не привыкать, тебе, Губарева, имею в виду, потому что привыкшие постоянно целоваться с этими животными уличными, привыкшие есть чуть ли с одного казана с этими животными, и себе варят в этом казане жиротву, и с животным варят жиротву. И туда сколько было этих моментов, когда она варила эти каши, варила какие, ну, и она ела, и животные ели, короче, ну, специально создавая в очередной раз трэш. Так же и ту, значит, поэтому, ну, мытое, не мытое, там всё внутри перемешается, а вось, как говорится, термическая обработка убьёт все вот этих вот микромоментов, каких-то, знаешь, микробов. Далее, значит, так, а, вот что интересно, вводу мяса, вводу мяса сегодня Павлович много говорит, значит, что Павлович вам говорил, что шашлыком быть, шашлыком быть, и Павлович, как всегда, прав, значит, купила Губарева мяса в очередую раз, ну, вырезач какая-то там, забыл, называется, это часть этого мяса, значение не имеет, вообще пофигу, значение имеет то, что, как всегда, как всегда, приведняется, приведняется на том, что, значит, да вот, говорит, на автобусе, на трамвае, на трамвае катили, значит, из-за того, что бензин, бензин, сумки на себе тащили в руках, при этом, при всём, вот вдумайтесь на секунду, на секундочку, пожалуйста, говорит о том, что она экономила бензин, но при этом, при всём, говорит, поедем, пожарим шашлычку на свой этот море-океан, на свой ставок на этот, значит, на ставок доехать, шашлычка пожарить, настолько бестолковое занятие, как бы, да, ну, это вообще, я не знаю, насколько ещё можно придумать сильнее, у неё, значит, бензин есть, и есть деньги на бензин, опять же, на свои развлечения, а для того, чтобы в дальнейшем раз, ну, вот, загонять в магазин и купить все эти продукты, где них нету, и опять же, знаете, если немножечко копнули в лужи, я в это не верю, я убеждён на все, наверное, процентов 90, что они, скорее всего, ездили на машине просто в очередной раз, знаете, для контента это, для очередного красного словца, чтобы пожалели, и, возможно, скинули, как бы, ещё раз какого-то донатика, и потому что, как сказал Губарева, самая важная фраза, мы её подытожим, ближе к концу, ну, сейчас, вернее, деньги у неё, как сквозь руки утекают, уходят, уходят, да, как-то вот так, значит, всё, всё договорил, всё сказал, у нас сегодня с вами суббота, великолепнейший день, времени у нас ещё хватает, 3 секунды, Павлович, есть, значит, я вам желаю, давайте, здоровья, прям силушек богатырских, что мы сегодня проводили дни со своими родными, друзьями, знакомыми, близкими, всем хорошего настроения, всем позитива, с вами был Игорь Павлович Княжин, и до срочной скорости, до новых встреч, всем пока!